Многие думают, что успех разговорной речи на английском языке это паттерны. Я вижу, что очень многие популяризируют на ютюбе паттерны и считается, что если вы их выучите, это поможет вам говорить бегло на английском языке. К сожалению, это не так. Паттерны вам нужно научиться создавать самим. У вас должен быть такой фристайл. Привет, меня зовут Кирилл. В этом видео я расскажу вам про ошибку, которую совершают многие студенты. В частности, если вы говорите на русском языке как на родном и пытаетесь потом говорить по-английски, вы можете совершать эту ошибку. Вы до сих пор ее совершаете, может быть, либо же совершали. Я говорю про оглушение согласных звонких в конце слов. Мы начнем с вами с отдельных слов, потом перейдем в предложение. На примере предложения я вам покажу, как можно добиться того, что ваш звонкий согласный звук будет звучать как нужно, то бишь звонко. Краткий экскурс в русский язык. В русском языке у нас конечная звонкая согласная всегда, всегда оглушается. То есть слово лев превращается в лев, слово столб, например, превращается в столб и так далее. В английском языке, когда вы имеете дело с звонкой согласной, ее всегда нужно произносить звонко. Здесь нет исключений. Мы обратимся к так называемым minimal pairs, потому что очень хорошо они нам иллюстрируют этот пример. Обратите внимание на два этих слова. Эти слова имеют разное значение, их поэтому называют, собственно, minimal pairs, потому что один звук у них разный. В первом слове у нас глухой звук «т», во втором слове «д». И чаще какие, собственно, согласные, звонкие оглушаются? Это которые плазив «д» звонкий, это «з», это «в», это «б», это «г». Именно на них сегодня мы обратим наше внимание. Итак, первое слово это «bed». Второе слово «bed». Сравните по звучанию. Одинаково ли произносятся эти слова или нет. Обратите свое внимание на долготу гласного звука. «Бед». 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 Если вы заметили, что во втором слове, где звонкий согласный, гласный звук дольше произносится, совершенно верно. Запоминайте, согласные звонки окрашивают и влияют на качество гласного звука, они его удваивают. Соответственно, чтобы добиться вот этой вот звонкости, вам нужно удлинить гласный звук. И артикуляционно будет это легче сказать. Если же вы произносите гласный звук очень коротко, как в первом случае, практически невозможно артикуляционно сделать, это очень трудно. Давайте рассмотрим другой пример. Слово «кет» и слово «кед». 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 Обратите ваше внимание, это точно такой же случай. Это «minimal pairs», только одна буква, вернее, один звук в конце у нас разный. Следующая пара. «Бег» и «бел». «Бег», «бел». «Бег», «бел». «Бег», «бел». Звонки согласные «all», «dark», «all» так называемый, и «бег» – звонки согласные в первом слове, поэтому мы удлиняем наш гласный звук. «Red», «reg», «red», «reg». Опять же, мы удваиваем гласный звук. Ну, я думаю, вы принцип поняли. Таких «minimal pairs», слов, которые стоят из трех букв, очень много, поэтому вы можете себе в качестве упражнения выписать их всех на бумагу, либо в телефон, как вам удобно, и пытаться произносить, как их произносите. Вы можете в словаре также послушать. Словарь, кстати, изолирована, очень хорошо нам дает понять, как это все должно произноситься. Последняя пара слов вызывает трудности в произношении у многих студентов. Связано это с тем, что в английском языке большое количество гласных. Например, в русском их всего пять или шесть, смотря как вы считаете. В английском языке их больше, и они совершенно другие. Гласные в английском языке различаются по высоте поднятия вашего языка. То есть, если вы до сих пор не умеете произносить правильно, может быть, не хотите, может быть, не знаете, live и leave, то вам нужно разобраться с высотой поднятия вашего языка. То есть, и русскому человеку этот звук должен быть знаком. Это высокого подъема звук. То есть, у нас язык с вами идет вверх, вниз и в середине. То есть, верхний, средний и нижний. Так вот, и это гласный, передний гласный, потому что язык у нас располагается, движется, а передняя его часть поднимается, высокого подъема, говорят. То есть, это high, tense, вау. Губы у нас растянуты при этом, не округлены, это очень важно. И язык очень высокого, практически средняя часть вашего языка, она будет касаться, практически не значит, касаться чуть ли не неба. Когда вы произносите звук э, вам нужно язык спустить. То есть, если мы сравним, и будет здесь, представьте, у вас ртовая полость, и будет где-то здесь, э у вас будет ниже, и чуть уходит назад. Они все будут уходить лесенкой. Если вы знаете, что такое chart, вот этот вот гласных звуков, они все уходят лесенкой, немножко вот так, наискось. И это именно имеет отношение к тому, как вы поднимаете ваш язык, и какая часть языка. Либо у вас передняя часть есть, либо средняя, либо задняя, как она поднимается. То есть, гласные звуки у нас произносятся с помощью языка, изменения положения, shape вашей ртовой полости. Кому будет интересно, я потом могу сделать специальный курс по произношению, как это все произносится. Кому интересно, пишите в комментариях. Смотрите, мы тоже удлиняем звук. То есть, leave и leave будут по долготе одинаковы, потому что leave удлиняется за счет того, что там звонкий, согласный влияет на краткий а в слове leave уезжать у нас будет второй пример. Просто длинный звук В слове у нас открытый звук то есть, если мы сравнивали и у нас был гласный звук, вернее, высокого подъема, то звук это гласный звук низкого подъема. Он у нас в самом низу находится. Это когда вам доктор сует всякую хрень в рот и говорит скажите а в нашем случае э тот же самый принцип. У вас получается язык внизу это гласный звук низкого подъема и он еще больше смещен назад чем звук и, например, потому что он фронтально высокого подъема. Соответственно э э э ваша челюсть опускается вниз, но не так, что вы прям утрированно там вот такие делаются я знаю, кто-то делает а вот так это неестественное движение челюсти это неудобно, вы в быстром темпе речь такое никогда не повторите. Поэтому вам нужно посмотреть, где у вас язык. Это хорошо заметно с этим звуком. Если со звуком и не все так понятно, то когда вы говорите э так как хавельничек у нас приоткрыт довольно-таки неприлично широко, мы можем в зеркало на себя посмотреть. звук э похож на русский звук э если мы будем сравнивать по высоте опять языка у нас получается и э эй э то есть звук э который в слове bed он выше будет чем э то есть когда вы говорите э язык ниже нужно спустить чем э это отличие то есть не только надо на губы смотреть а нужно научиться чувствовать подъем вашего языка и как только вы это почувствуете то вам может быть гарантия никто не дает станет легче произносить этот звук и так давайте еще раз сравним this is so bad this is so bad опять звук э мы удлиняем потому что у нас звонки согласны в конце the phone is on the bed the phone is on the bed 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 следующая фраза о май гад о май гад смотрите сейчас я произнесу гласный звук недостаточно его растягивая не удваивая о май гад о май гад слышите да у нас оглушение сразу произошло потому что это физиологически так происходит о май гад попробуйте утрированно произнести попробуйте удлинить его не в два раза а в три раза и вы услышите как д сам произносится естественным образом следующий звук б where's bob where's bob bob звук а так же как и э это гласный звук низкого подъема то есть язык у нас внизу находится но он у нас дальше находится чем звук если и у нас более впереди то а а баб у нас находится чуть дальше вообще кому интересно посмотрите найдите в интернете таблицу как располагаются гласные звуки во рту по степени подъема вашего языка и какая часть языка участвует в их произнесении может быть вам станет проще а может быть и нет очень многие говорят просто помните звонкий звук did you see my keys из этого мини урока вы должны были уяснить что у многих студентов есть ошибка оглушение звука согласного звонкого в конце также вы выяснили что гласные звуки различаются в произношении по степени поднятия вашего языка и участия разных частей этого языка в их произношении также от меня вы узнали что если вы хотите озвончить согласный звук так чтобы это было легко вы удваиваете а то и утраиваете ваш гласный звук который перед ним идет если он такой есть потому что не все слова его содержат напоминаю у меня есть инстаграм keryl's underscore english также есть телеграм keryl's underscore english я желаю всем отличных выходных пока и и Продолжение следует...